То ли специально, то ли совпадение, но вход в здание Центр-разбиркома коммунальщики перекрыли заранее, чтобы расчистить от снега крышу доходного дома Голицыных. Поэтому плакаты против главы ЦИК Эллы Памфиловой коммунисты смогли развернуть только в соседней арке Большого Черкасского переулка. Я вам говорю, что категорически будем против голосовать госпожи Памфиловой. Она не справляется с тем и не выполняет суммы, чтобы у вас не были честными, открытыми, согласно их очень много. На встречу с депутатами Госдумы от КПРФ пришло от 50 до 100 человек, включая новое поколение противников крупного капитала. Вы член КПРФ? Да. Это давно? Ли? Уже полтора года, как еще также член комсомола. Так, член комсомола? Да. А что вас привело? У меня идея, в первую очередь. В свои 19 лет Софья Спицына готовится к большой политике в районе Отрадное. Ну, должно же быть фабрики. Кому? Нет, фабрики заводам это однозначно. Ой, извините, пожалуйста. Земли? Да, земли крестьянам, прошу прощения. Крестьянам. Не выспалась, да. А фабрики? Рабочим. И третья? Земли крестьянам. Ну, что-нибудь из вашей программы добавим? Из моей, но если бы я писалась... И в Отрадном будет? И в Отрадном красный флаг будет увешан над зданием управы. Здравствуйте. Можно к вам? За кого болеете? За КПРФ. Почему пришли сегодня сюда? Ну, потому что сегодня была встреча с депутатом, с Рашкиным Валерием Федоровичем, по поводу честных выборов и главное требование оставки Панфиловой. Это безобразие, которое оно творит. Это трехдневное голосование, это электронное голосование. То есть идет подготовка к массовой фальфификации. О подтазовках здесь говорили и члены участковых избирательных комиссий. Надежда Азарова хитрости упомянутого электронного голосования узнала прошлым летом, во время кампании по поправкам к Конституции. Если это КАИБы, комплексы электрообработки избирательных бюллетеней, то там можно, допустим, в ТИКе, даже если все протоколы правильные, вы несете в ТИК флешку, а у вас в кармане еще одна лежит с другими результатами. Вы достаете не ту, которую вытащили, а другую. И все. И ничего, не надо никаких наблюдателей, никто ничего не заметит. Татьяна Фомина пришла на эту встречу сверить часы перед выборами в Госдуму. Она тоже не верит в честность голосования с использованием КАИБов, комплексов обработки избирательных бюллетеней. Вот рассказываю на пальцах. Один человек 12 часов может отсидеть на одном месте. Физиологические потребности. Значит, ты отошел попить или в туалет отошел. Все, делай, что хочешь. Зачем нам нужны эти КАИБы? Я хочу сказать, зачем нам нужны эти КАИБы? Нам КАИБы не нужны совсем. То есть это компьютер. Что туда заложат, то он и выдаст. На митинге также возмутились январским решением Мосгор-Избиркома. Он отказался назначать людей от КПРФ членами территориальных избиркомов 36 из 128 тиков. Поддержать коллег приехал Айо Бенес, латвийский коммунист русско-угандийского происхождения. Черный Ленин, как его называют товарищи по партии, верен борьбе против агентов влияния. Навальный – это агент евроамериканского империализма. Навальный – это агент определенных структур в правительстве и в Кремле. Бенес Христофорович и сам успел отсидеть в латвийской тюрьме и повоевать в Донбассе. Говорит, что в России активисты левого фланга сидят именно по вине Навального. Навальный всегда выходил сухим из воды. А сейчас не уйдешь. А сейчас на него было заведено несколько уголовных дел. Несколько уголовных дел, несколько услышков. А дело в том, что он… Давайте остановимся. Понимаете, почему его сейчас посадили? Ну, во-первых, он сам виноват. Согласно официальным данным, он более 50 раз нарушил, так скажем, полицейский режим во время своего условно-сокола. Члены Российской компартии «Умеренных взглядов напротив» благодарят умное голосование Навального, которое принесло оппозиции места в Мосгордуме и региональных парламентах. Ну, я думаю, партии, кандидаты будут благодарны всем общественным организациям. Лишние голоса не помешают. Которые будут готовы поддержать. Я, собственно говоря, сам избирался на выбор в Мосгордуму. Поэтому я там благодарен тем, кто за меня голосовал, поддерживал в том числе, и тот же самый Навальный, который на моем округе был зарегистрирован. К полудню мероприятие завершилось под знакомые фразы сотрудников МВД. Не мешать проходу граждан, чтобы на дорогу не выходили. На подготовку к выборам в Госдуму у политических партий осталось чуть больше полугода. Продолжение следует...